Это было 21 августа 1938 года. И учебный год еще не начался, я должна была идти во второй класс. Или в третий, в третий, наверное. Ночью нас подняли, мы увидели, чужие люди пришли, прямо ночью, среди ночи. Вывели нас в первую комнату из нашей спальни, посадили на сундук на Бабушкин. Тут же сидела мама, тут же рядом на диване сидел отец. И вот эти двое людей. Еще какой-то был, видимо, понятой, как я теперь понимаю, у двери стоял. Ну вот, и они, конечно, разбирали все наши вещи. У отца абсолютно ничего не нашли. Забрали что? Фотографии. Забрали какие-то книги. Отобрали сберкнижку. А там были все деньги, потому что у мамы не было сберкнижки, она не работала, у папы была. Отобрали сберкнижку, отобрали облигации государственные. Мы же ничего не нашли. Отца забрали. А мама вот нам сказала, что никому не говорите, а то могут и меня увезти. И мы молчали. И я стала очень задумчивой, размышляющей. Ну и могла понять, ну что в детском возрасте поймешь. А когда в школу пришла, нам сказали открыть учебники, взять карандаш и начать застушевывать портреты. Вот всех, кого арестовали в 37-38, мы из учебников затушевывали, чтобы портретов не было. Значит, те тексты, которых их касались, то же самое. А сестра была старше меня на 4 года, я говорила. Ее вызывали, пытались знать, чтобы она отреклась от отца. Она категорически отказалась. А так как она была отличница, исключать, конечно, ее из школы не стали. Она, хотя ей было всего 14 лет, мне 10, а ей 14, она сама пошла искать адвоката. Нашла юридическую эту контору, заходит туда, а ей спрашивают, девочка, а тебе чего? Сидят женщины, ждут приема адвоката. Спрашивают, а тебе чего, девочка? А я за маму. Мама не может. Ее пустили без очереди. Раз они решили, что мама может арестована, мама не может. Вот адвокат ее очень хорошо принял, фамилию адвоката помню, Мазин. И как она рассказывает, адвокат ей сказал, да, я возьму защиту. А почему ты пришла, а не мама? Она объяснила. А мама просто в шоке, она не может. Я буду. И какие у нас деньги есть, мы все готовы отдать, чтобы оплатить защиту. Значит, нас не пускали ни на какие свидания, пока не состоялся суд. На суд нас пригласили. Мы пришли и стояли за дверью зала судебного заседания, пока не стали оглашать приговор. Нас пустили только на оглашение приговора. Так как я была тоже близорука, и очков у меня не было, у отца тоже очки отобрали не было, отец стоял у противоположной стенозала, а мы у двери. Я отца почти не видела, потому что у меня была очень высокая степень близорукости. Мама и сестра видели, но глаза у него больные, и он нас тоже не видел. Просто встал, человек зачитал эту бумагу, и все. И нас опять вывели. Что было в бумаге? Ну, что 8 лет. 8 лет, и потом поражение в правах. 58-я статья. Все, и нас вывели. Адвокат ничего не мог тогда сделать. Это была такая установка, арестовывать. Вот. А потому отец получил 8 лет, а не 10, что они не докопались, что он был сэром, и что он был членом учрежденного собрания. Просто им некогда было. Были массовые аресты, и копать далеко, писать туда, в Оловнецкую губернию, некогда никому было, и неохота. Им важно было выполнить план по количеству. Они не стали искать. Вот. И когда отца уже осудили, его отправили на пересылку, где можно было его видеть. Вот в тюрьме мы его не видели никогда. Нас заводили в барак. Посреди барака длинный-длинный стол во весь барак. Видимо, у них столовая или что было там. И длинные-длинные лавки по обе стороны. По одну сторону на лавке садилась семьи, по другую сторону садились эти заключенные. Мы сидели напротив отца, и каждый сидел напротив своего родственника. Вот можно было через стол разговаривать. Тут же ходил часовой и следил за временем, сколько дает нам свидания. Вот. И чтобы ничего не передавали, и слушал, что мы говорили. Вот. Это помню. Что говорил отец? Отец, я только запомнил, что говорил маме, продавай все мои вещи. «Корми детей». Он понимал, что он оставил нас без средств. Он сначала был в Бамлаге, за Читой там. Тогда только начинали строить вот этот, как он назывался-то, Бам. Его двоины начали строить. Вот он был в Бамлаге, там поселок Макдагачи. А как только Воркута начала строить железную дорогу, вот тут их всех этапом отправили в Воркуту. Этап, конечно, продолжался очень долго, оттуда не было сведений, а потом началась война, вообще им прекратили переписку. Когда они прибыли в Воркуту, он рассказывал потом, что они жили в военных палатках. Поселок Хановей, недалеко от Воркуты. Вот поселки были военного типа, человек на сто, большие палатки. И время-то уже было осеннее. Так они там и ночевали. Кто, говорит, в центре, ну, конечно, все кучи, все в повалку, но кто в центре, тот выживал. А кто по периметру этой палатки утром хоронили? Заполярье. Вот они согревались только собственными телами. И когда они построили бараки, их разместили, значит, у них стали сортировать по профессиям. Вот и он тоже шагнул, что он экономист. Их определили работать не на улице, а в помещении, потому что это был труд с бумагами. Поэтому работал он с бумагами в теплом помещении. А ночевать все равно возили в барак с уголовниками. А там, как он жил? А там он использовал свою вторую профессию, педагогическую. Он рассказывал приключенческие романы. Вальтер Скотт, Канан Дой, Майн Рид. Вот эти все он знал. Если, говорит, что не знаю или забуду, то на работе вспомню. А нет, так и сочинь. В общем, романы от и до. Нам прислали повестку, как семья врага народа должны выехать в течение двух суток. И мы попали на один из последних пароходов, который уходит по Волге. Ехали ночами, днем притыкались к берегу, пароход был замаскирован ветками. Это был август 1942 года. Мама пошла устраиваться на работу. Ей, значит, работу предложили где? В деревне. В Уфу приехали. В Уфу приехали. Она пошла в Облано. Ее спросили, откуда вы? А мы беженцы из Сталинграда. А в этот момент уже в Сталинграде разгорелась самая ужасная битва. Она же началась осенью. И потом из Сталинграда не было никаких беженцев. Почему, я же вам сказала? Потому что там почти все население сразу погибло. Они к ней очень бережно отнеслись в Уфе и сказали, конечно, место сразу вам дадим, но только в селе. Ну, конечно, в селе. В селе же мама подумала, легче прокормиться. В городе мы уж наголодались. И она согласилась. И мы поехали. А сестра отказалась с нами ехать. Она сказала, я буду продолжать образование, несмотря на войну. Потому что в Уфе есть медицинский институт. Мама не перечила. Пускай учится. Мы ее оставили в Уфе, а мы поехали в деревню. Но так как мы приехали глубокой осенью, весь урожай уже везде снят. Нам ничего не посеять. Уже поздно было. Значит, все люди запаслись продовольствием в селе летом. У нас ничего нет. И колхоз нам выделил на всю зиму ведро картошки. Все. Он освободился в 46-м. А мы первое письмо получили уже в 45-м, потому что разрешили переписку. Это была такая счастливая вещь. Просто это письмо все зацеловали. А как он нас нашел? Тоже интересная вещь. Сестра-то осталась в Уфе, и она зарегистрировалась в бугорсланском центре эвакуированных. Там был как раз в Башкирии, город Бугорслан. И в нем всех перемещенных с оккупированной территории регистрировали. Она пошла и зарегистрировалась. Отец и подумал, что старшая дочь жива, а мы с мамой погибли. И он ей первое письмо написал. А потом она ему сообщила, что мы тоже живы, что мы живем в деревне Устинок. Он дала адрес, и мы получили письмо. Но счастье было. Это и счастливейший момент в моей жизни, что мы узнали, что отец жив. И мы-то живы чудом из Сталинграда. И он-то жив. Два чуда. Вот встреча с отцом была такая. У вагона, конечно. У вагона. Он не проявлял чувства. Обнимал, целовать. Нет. Он просто весь светился. И сразу набежали вот его товарищи, знали, что он очень ждет семью. А потом помню, как я в первые дни стираю отцовские кальсоны и думаю, господи боже мой, это же отцовские вещи. Я же их никогда даже не видела. С детства-то ничего не помню. Ну, что-то мне было девять с чем-то лет. Он выжил в лагере, но на реабилитацию подавать не захотел. Я к нему пристала. Папа, почему не подаешь на реабилитацию? Вот всех реабилитируй после этого, пятьдесят шестого-то года. Он сказал, что нас всех огульно, многими-многими толпами арестовывали, неизвестно за что. Мы прошли наказание, он от звонка до звонка. Так ведь надо извиниться перед всеми сразу и без всяких просьб всех реабилитировать. А с чего я буду просить? Помилование, что ли, просить? Протоколы допросов вы видели? Протоколы допросов видела. Синим карандашом следователем подчеркнуто то, в чем будет отец обвиняться, что будет входить в обвинительное заключение. Вот там три пункта. Первый пункт докладывает свидетель, который работал с отцом в одном учреждении. Он говорит, что Метвеев говорил, что в советских магазинах недоброкачественные товары. Это очень антисоветское высказывание. Так, все подчеркнуто это. Второе высказывание, что вот повесили зарплату преподавателям техникума, а техническим работникам почему-то не повесили. Не повысили. Значит, это второе антисоветское высказывание. Третье высказывание такое. Зиновьев и этот, как его второй-то, господи, Бухарин, нет, не Бухарин, Зиновьев и кто-то же еще забыла. Вот фамилию уже забыла. А были помощниками Ленина, соратниками Ленина. А тут-то они ведь уже враги дороги. Вот это тоже антисоветское высказывание. Вот три только вещи. И поэтому приговор восемь лет, статья 58, пункт десятый. Десятый пункт это агитация против советской власти. Вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok